МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТАССР, который Нижегородское издание отобразило в своем материале. Всего на 1% наш ТАССР сработал за 6 лет. 1% от поставленных целей по привлечениям инвестиций. Ну да, давай так. Это такая прямо страшно низкая цифра, мне кажется. Что такое 1%? Давай что такое ТАССР, напомним, может быть, не все. Смотри, ТАССР – это территория опережающего социально-экономического развития. Она устанавливается постановлением правительства. Это понятно, давай. Что конкретно? Конкретно 5 лет назад, или даже уже 6 лет назад, эта зона ТАССР была установлена в Сарове. И ее цель была привлечение производств определенных видов. Их перечень видов деятельности был указан. Взамен, то, что инвесторы приходят на эту территорию, им давались льготы по налогам. Там налог на прибыль, взносы на зарплату и так далее и тому подобное. Льготы были достаточно серьезные, большие, можно сказать, даже. И действительно заявлялись грандиозные планы. Вплоть до того, что там нижегородский масло-жиркомбинат собирался к нам сюда, тут какой-то цех строить, фармакологические компании и так далее. По факту, 5 предприятий в Север пришло. По-моему, 5. Но в статье, например, «Коммерсанты» упоминается только 3 из них. И что такое вообще 1%? Там был план по инвестициям. К сожалению, именно этот план не был вообще реализован. И есть объективные причины, на самом деле, почему это произошло, как и субъективные, в принципе, тоже. И вот тут фишка в том, что из тех трех предприятий, о которых говорится, это два уже существовали на территории города и просто были, будем говорить так, переформатированы в ТАССР. Одно приехало из Дивеева, по сути, перенеся производство из Дивеевского района в Саров. То есть это бетонный завод. То есть иногородние такие по-настоящему не пришли. Да, по-настоящему крупных предприятий, крупного бизнеса с большими объемами инвестиций, строительства, а что такое инвестиции, да, это строительство зданий, создание рабочих мест, обрабатывающих какая-то, да, там, станки, там, все что угодно, то, что вот, ну, недвижимым имуществом, да, или средствами производства называется, не пришли. И в первую очередь, с моей точки зрения, причина – это то, какие земельные участки были отнесены к ТАССРу. Какие? Потому что не весь город входил в ТАССР, понятно. То есть если бы его наложили на весь город, тогда бы у нас весь бизнес получил бы, да, вот эти льготы. Участки были выбраны очень неудачно. Это и бывшая территория ремонтостроительного предприятия, акционерного общества, часть территории овощебазы, товарной базы, есть там участок на Варламовской дороге. И дело в том, что эти территории были, по сути, непригодны. То есть на этих территориях бизнес должен был построить какой-то свой филиал, да, и начать производство? Ну, по сути, организовать новое предприятие, да, или, ну, филиал, может быть, не как филиал, да, но оно как новое юридическое лицо, и создать новые рабочие места. Но вот эти участки оказались не востребованы бизнесом. То есть несмотря на те огромные льготы, да, по налогам, несмотря на достаточно широкое освещение и попытку привлечь, да, в Саров инвесторов, их это не заинтересовало. Почему? Они не обеспечены инфраструктурой, они со сложной доступностью? Скорее всего, все в комплексе. То есть это и инфраструктура, и их местоположение, и необходимые затраты на подготовку земельного участка. Поймите, там, вот если тебе дают земельный участок в лесу, ну, банально, на нем растут деревья, да, не говорим про лес. Не любить выкручивать, заплатить за вырубленные деревья. Да, да, то есть, понимаете, это подготовка земельного участка, то есть это не вот ты плоская земля, и просто разравнивай, и начинаешь строить. Нет, там, то есть вопросы с вырубкой вот буквально вот только сейчас начали решаться. Оказалось, что положение о компенсационном озеленении, да, и вообще о вырубке зеленых насаждений в территории города, ТАССР под него не попадает. То есть администрация говорила, мы не можем дать вам разрешение на рубку, да, хотя это территория города, и ты не можешь самостоятельно рубить деревья, потому что штраф. А в большом объеме еще и уголовное дело предполагается, да, то есть поэтому не рубите самостоятельно деревья, и за это положено серьезное наказание. Вот, поэтому тут все, видимо, в комплексе, и из-за этого... То есть только неудачные участки или еще какие-то причины? Ну, там, плюс к тому наша закрытость, плюс к тому отсутствие у нас безработицы, будем говорить, в городе, да, у нас, если она и есть, то только скрытая, да, формально у нас безработица очень низкая, то есть кадров, как, так сказать, на улице людей не так много, да, свободных рук. Здесь же также, ну, я говорю, да, закрытость, это все сложности, связанные с режимом, сложности просто даже вот владельцу бизнеса приехать сюда, да, и вести здесь свой бизнес, да, или контролировать его. Ну, я не бизнесмен, я не экономист, но у меня там какая-то доля логического мышления в моей женской голове присутствует. А неужели, вот мой вопрос, исследуя из логики, неужели эти моменты нельзя было просчитать, потому что, ну, Саров давно закрыт, в Сарове давно ведется бизнес с какими-то людьми, и эти люди, они сталкиваются с этими проблемами. И создавая Тассер, приглашая бизнес, эти проблемы, которые ты перечислил, они в принципе-то очевидны, их можно было просчитать. Или не было никакого анализа. Почему? Тассер, он заявлялся, я помню, он заявлялся 6 лет назад, как вот, ну, как знамя, под которым шли, что сейчас мы новый мир построим, новая экономика в Сарове начнет. Не хотелось бы ни в кого кидать камнями, да, как говорится, вот, или тыкать построй палочкой, но, видимо, ну, недостаточно было, да, принято усилий для этого. Занимался этим, там, глава администрации прежней, да, Алексей Викторович Голубев. Ну, вот, как бы, да, результат его труда. Вот сейчас Марина Вячеславовна Жукова, да, в области докладывает, какие изменения надвигаются в рамках Тассера, да, то, что меняется территория, новые земельные участки будут более интересны, более привлекательны, ну, и действительно. Возможно, на открытой территории. Да, часть... Даже сейчас есть открытая территория. В том числе, да, часть территорий исключается, потому что они вообще не востребованы, даже сама администрация говорит, ну, невозможно там построить бизнес, не получается при всем желании, да, значит, эти земельные участки надо изъять из... А это все, понимаешь, постановление правительства России, да, и это, ну, сложный бюрократический... Не за неделю делается. Да, это точно не постановление главы, поэтому, да, в этом сложность. Сейчас, ну, так как этот льготный срок уже прошел, то есть он был установлен на 5 лет, вот налоговый режим этот, сейчас стоит вопрос о том, чтобы продлить этот льготный срок, да. Обнулить вообще историю Тассера, начать сначала, мне кажется, потому что 1% это вообще не показатель. Да, но это не показатель нашей администрации, это показатель предыдущих лет его реализации, вот. Ну, как бы есть, да, те, кто воспользовался этим режимом, но вот то, как он задумывался... А, ну и главное, поменять виды, которые можно вести, какой бизнес можно ввести, да, вот так называемые АКВЭДы, они сейчас жестко закрепленным списком, там, порядка 10 или 11 видов деятельности, да. Сейчас стоит вопрос о том, чтобы не просто расширить, а сделать наоборот историю, часть АКВЭДов исключить, все остальные разрешить, ну, там, банально торговлю, да, вот, ну, то есть, так там, как у нас люди говорят, спекуляцию, да, вот, исключить, а все остальное, пожалуйста, делайте, что хотите, то есть производите, оказывайте услуги, то есть вообще все АКВЭДы, ну, за исключением некоторого перечня. То есть, вот, собственно говоря, таким образом возможно расширится круг интересантов, да, этого проекта. Появятся дополнительные земельные участки. Если будет принято решение по продлению льгот, и это было бы плюсом, да, то это вдохнет новую жизнь, по сути, да, в ТСР, и ведь тут задача какая? Создание дополнительных рабочих мест, да, создание высокооплачиваемых рабочих мест. То есть не на минималке там люди должны работать, да, а на хорошей зарплате, которая, ну, конкурентно способна с ВНИЭФ, вот так скажем. Потому что, ну, мы все, я всегда говорю, да, государство или муниципалитет не способен прокормить всех. Вот, поэтому нужно давать возможность людям работать, срабатывать, искать приложение своих сил и талантов. И давай тогда резюмируем эту тему. У ТСР есть будущее или это мертворожденный ребенок? Ну, слушай, вообще, в принципе-то у него предполагается наличие, да, будущего, и здесь вот вопрос возврата молодых людей, да, в город или их удержание на этой территории, я думаю, это не самая главная цель. Люди сами выбирают, где им жить, работать, да, какое образование получать, но это всегда выбор внутри. То есть ты, работая в муниципальном секторе, можешь перейти в частный сектор, да, там, в тот же самый ТСР. Или, например, из ВНЕФа, да, перейти на, там, с завода на другой завод, да, и при этом не должно быть каких-то потерь. Вот, то есть, поэтому всегда должна быть альтернатива, не надо замыкаться на одном предприятии и становиться моногородом, иначе мы можем получить некую, там, социальную напряженность, да, да, она, в принципе, и существует, да, все хотят работать в ВНЕФ, вот, потому что в городе альтернативы фактически, можно сказать, не существует. Еще одна тема, которая активно обсуждалась в августе, это наша речка. Наша речка, которая заболотилась и традиционно обвиняют в этом застройщика. Давай поговорим на эту тему, что с нашей речкой на самом деле происходит, влияет ли как-то стройка, которая идет на ее берегах, на состояние реки. Ну, давай начнем сначала, что, ну, есть река Сатис, да, и в нее впадает Саровка. Вот, такие две малые реки. Я все-таки предлагаю всем критикам состояние нашей реки съездить, например, ну, для начала на Кремешки, да, вот, посмотреть на Сатис на Кремешках, а потом съездить, наверное, в поселок Нижний Сатис, он называется, где Сатис впадает в Мокшу, то есть это устье. Честно говоря, вот, ну, 2-3 метра ширины, да, пешком перейти. То есть вот это вот Сатис. Вот, и все говорят, когда вот раньше было так, ну, вот, он раньше, видимо, вот такой и был, да. То есть если сейчас мы уберем плотину совсем, то у нас останется ручей. Вот, но август был сухой, плотина не держит, это факт. То есть наша плотина, она не держит воду, она протекает, причем достаточно серьезно. И эти два фактора послужили обмелению реки. Вот для понимания уровень воды должен быть выше матраса Габиона. То есть вот если вы выйдете на новую набережную, да, посмотрите, так сказать, на уровень воды, то вы увидите, что матрас, вода уже ниже матраса. Вот нормальное состояние реки, вода должна быть выше на 20-30 сантиметров матраса. И это проектное состояние. То есть вода должна колебаться между вот уровнем матраса 30 сантиметров выше. И не должна спускаться ниже матраса. Что, в принципе, произошло вот этой весной, да, когда речку просто сбросили в ноль. Да, и получилась ситуация, когда пошел резкий напор воды от тающего снега, по сути, получили там неуправляемое течение, и вот подмытие Габиона, и его последующее обрушение. Это было не в проектных показателях. Вот. И тут надо понимать, еще вот про застройщика много говорят, да, что вот в результате застройки обмелела. Обмелела она не из-за этого. А у нас вся ливневая канализация выходит напрямую в реку. Или, как мы еще его называем, пруд городской, да, потому что реально вот моста на Зерново до Плотина – это искусственное сооружение, да, искусственный водоем. И понимаете, весь песок, вся грязь, вот все, что идет с талами водами, с дождями, да, все это смывается в русло. Вот. От этого зависит вот что. Получается, чем меньше глубина, тем сильнее прогревается вода. Вот. Чем сильнее прогрелась вода и меньше течения, тем больше и быстрее растут водоросли. То есть из-за этого, собственно говоря, мы, как называем это, заболачиванием, да. Но на самом деле это естественный процесс, да, роста растительности, потому что вода теплая. Жаркий август, без дождей, нет притока, течения нет, глубина небольшая, соответственно, речка зарастает. Вот. Ну, как-то ее не чистит. То есть, соответственно, нужно держать уровень, нужно держать глубину, нужно, по сути, строить очистные сооружения на выпусках ливневой канализации. И, понимаете, нужно содержать этот объект. Это искусственный объект, его нужно правильно содержать. Тогда мы будем говорить, что у нас река полноводная, что там берега не зарастают и так далее. Сейчас, по сути, ну, кроме регулирования высоты, да, за счет поднятия заслонки на плотине, ничего такого не происходит. Вот. То, что касается застройщика, то было произведено очистка русла, берега укрепления, увеличено зеркало воды. Вот. Были разработаны определенные параметры, да, функционирования пруда, да, фактически. А наш пруд, например, ничем не отличается от пруда на реке Вичкин-Завдивеево. Угу. Там такие же габионы. Там такие же габионы, те же самые параметры, и он точно так же, в принципе, зарастает, потому что высохло. Потому что банально все пересохло, вот именно вот этим летом. Но вот весной, да, когда пошло половодье, там никто не спускал пруд в ноль. Да, там вот мы, я лично ездил, там вода стояла прямо на уровне матраса, вот в минимальном рабочем положении. И, понимаете, то есть обвинять застройщика в том, что вот он там, из-за него спускают реку, там, из-за того, чтобы там домики не затопило, это все обман, либо сознательное, да, либо это просто незнание вопроса. Саров Инвест никогда не обращался в администрацию спуски воды. То есть администрация самостоятельно спускает воду в речки, исходя из своих потребностей. Вот. И строительство габиона в том числе велось в тот момент, когда администрация спускала реку по своей надобности. И всегда было это подгадывалось именно под эти процессы. Поэтому здесь влияние компании Саров Инвест, я считаю, минимальное. Более того, надо дать понять, что когда вода выйдет за габион, ну, то есть, вот, представляете, вот стоит габион, да, вода, вот она вот вытекла на набережную, на прогулочную зону, она еще даже до дома не дошла, да, до ближайшего к реке пятиэтажки, в этот момент уже будет ЧП общегородского масштаба. Затопит практически, ну, серьезно, да, хлебозавод, железнодорожное, Димитрово, рабочий поселок, частично Дюсш на Музруково, подтопление коттеджа в НЕФовского, да, гостиницы. Понимаете, даже если вот... До того, как ревьеру затопит, затопит полгорода. До того, как затопит ревьеру, да. И не надо питать иллюзии, там нет подвалов и воды, там тоже нет. То есть, и шахты лифтовой там нет. Там дом стоит на плите железобетонной. Это плита на 2 метра выше уровня плотины. И когда вода подойдет к отмостке первого дома, утонет половина города. Поэтому не надо питать иллюзии по этому поводу. Кошмар, надеюсь, не утонет. Так вот, я говорю, всем будет уже не до ревьеры. Потому что спасать нужно будет уже совершенно другое. Так что с речкой? Какие планы, какие перспективы? С речкой первое, надо ремонтировать затвор плотины, да, чтобы он держал воду. Да, второе, надо... Это бюджет городской, да? Это да, это надо городу об этом думать. И здесь нужны специалисты, которые будут точно рассчитывать параметры, в которых функционирует пруд. То есть до какого уровня спускать? Когда закрывать? Ты понимаешь, это постоянный процесс. То есть это не вот ты открыл, у тебя утекло, потом закрыл, у тебя снова набралось. Нет, это постоянная игра, условно говоря, задвижкой, да, чтобы у тебя пошел там питание, да. Ежедневно практически? Практически ежедневно. Это можно даже сказать в автоматическом режиме. Ведь вообще вода и пруд – это не ровная гладь. Я сейчас представляю нашу плотину, и у меня не очень сопоставляется с автоматическим режимом эта история. Ну, а вопрос, знаешь, здание зданием, вопрос начинки, да, этого здания. Если оно родом из 80-х годов, то там, ну, это надо делать. То есть это надо как-то на современной технологии переделывать. Вот, а вода – это же не ровная гладь, да. У нас уровень этого даже пруда, он разный. То есть у плотина он больше, потому что вода напирает, это трапеция. То есть у плотина он выше, около моста на Зерново он ниже. То есть нужно еще и с этим. То есть тут должен специалист работать, гидролог, да, который точно знает параметры реки, что он знает, какие течения, знает погоду, по сути, да. То есть он ориентируется по погодным условиям, по питанию реки. То есть когда она больше, да, дает, ну, то есть бассейн, да, больше дает в нее воды, когда меньше, в какой момент нужно набрать чуть больше воды, чтобы дать возможность ей высохнуть, да, в жаркий период, но не упасть ниже минимальной отметки. Собственно говоря, это все вот требует внимания, управления и внятной политики в этом вопросе. А не так, что, а, у нас там сейчас Гагарина затопит, спускаем всю речку в ноль. То есть просто уронили лед на землю весной. Ну, это так не делается. Мы с тобой договорились в прошлый раз, что мы будем искать хорошие новости и обсуждать их. Хорошие новости, поехали. Поэтому мы вернемся к той теме, которую мы часто обсуждали в негативном ключе, и обсудим ее в положительном. 11-я школа, которая старая, которая на Зорге, 1 сентября открыла свои двери, несмотря на то, что месяц назад, по-моему, там начался... Ну, я боюсь, что со мной сложно обсуждать этот вопрос в позитивном ключе. Я все-таки там детей туда не повел. Но тем не менее успели поставить окна, сделать какие-то работы по фасаду. Крыльцо какое-то сделали. Да, да, да. Поэтому есть все шансы, что подрядчик справится и в обозначенный срок закончит внутренние работы. И все будет замечательно. Ну, на самом деле, там тоже не без проблем было. И там проблемы с пропусками возникли. И в какой-то момент там прям аврал случился. То есть там за несколько дней до 1 сентября, буквально там за 2-3 дня, там, что называется, навалились всем миром. Но все-таки смогли привести в порядок двор. Ну, или то место, где, так сказать, проходила линейка. Вот что там внутри, честно скажу, не знаю. Да, только видел в публикации в СМИ, что глава там лично, видимо, руководила работами на объекте. И взял с подрядчика какие-то обещания, что 1 сентября как-то это будет сделано, хоть более-менее при личном виде. Ну, потому что там действительно тоже была безвыходная ситуация, когда новое здание не закончили. Пришлось начинать ремонт в старой, потому что рассчитывали, что ремонт на строительство закончен. Ну, мы с тобой обсуждали, что это зря, наверное, надо так встык-встык планировать такие работы. Но тут из позитивных новостей, скажем, что было добавлено сейчас более 50 миллионов рублей. Вот сейчас проект корректировки бюджета проходит, да, и будет приниматься по нему решение. На строительство. Добавлено достройку, будем говорить. В этом году 50 миллионов дополнительные выделяются. Насколько мне известно, еще порядка 100 миллионов должно быть в следующем году. Подрядчик новый уже есть? Да, уже есть информация, что будет заключен вот-вот договор с новым подрядчиком. Параллельно с этим будет вестись претензионная работа с ТСК, потому что запланировано 400 тысяч рублей, почти полмиллиона рублей, на подачу иска в арбитражный суд. Не одного, а нескольких исков по нескольким объектам. Все это делается для чего, потому что сумма ущерба большая. То есть порядка 200 миллионов рублей, которые требуется взыскать с ТСК. Собственно, вот в этом ключе сейчас действует администрация. Ну, конечно, никакого разговора о том, что в декабре школа будет сдана, уже не идет. Понятно, что раз на следующий год планируют 100 миллионов. Ну, то есть предполагаем, что это будет начало следующего учебного года. Ну, у нас, как обычно, да, мы предполагаем, а Господь располагает. Ну, будем надеяться, что этот подрядчик окажется более чистоплотным. Посмотрим, мы еще пока даже не объявили, кто он, то есть, что это, да, какие у него ресурсы. Ну, мне кажется, сейчас будет более скрупулезный подход к выбору подрядчика. К тому же сейчас не конкурсная, да, процедура, а какой-то особый порядок выбора подрядчика. Слушай, деталей не скажу. Опять же, да, это вопрос на контроле комитета. Как только, вот, а в сентябре его собирались повторно, да, вернуться к нему, потому что, ну, это определенный ритм, нужно в этом выработать, именно контрольные, да, мероприятия. И администрации, там, не нужно их каждый день терзать, там, или каждую неделю, да, допрашивать на эту тему, а что было вам и сделано. Хотя, если честно, это работают, там, либо главы, либо замы главы города, да, на этом, по соответствующему направлению. Но комитет должен держать руку на пульсе. И я думаю, что вот в сентябре мы этот вопрос повторно рассмотрим, и там уже будут детали, да, конкретно, кто, сколько, как, когда это все будет закончено. Поэтому следите за нашими новостями, следите за работой Городской думы. Я думаю, что в ближайшее время мы все узнаем. Ну, я так понимаю, что контур здания закрыт, новая школа, то есть в холода там можно продолжать работать, там, по сути, только внутренние. Ну, вот, да, вопрос отделки. Там еще, как Леонид Борисович Бородульин сказал, не до конца выяснено, что же все-таки сделано, что сдано, потому что не предъявлены акты выполненных работ. То есть работа может быть сделана, да, но она не заактирована, нет закрывающих документов и непонятно, да, сделана или нет. Поэтому там еще потребуется все-таки до конца определить, сколько было сделано. Ну, это придет уже, наверное, новый подрядчик будет делать анализ. Совместно с управлением КАП-строительства, совместно с экспертами. То есть, поэтому, да, я думаю, что работа там, непочатый край, нужно делать. Ну, я думаю, что к следующей нашей встрече, наверное, будет уже известен подрядчик. Обрастем деталями, да. Да, да, да. И я думаю, что мы снова отнесем эту новость в разряд позитивных. Ну, хотелось бы, очень хотелось бы, потому что, ну, такие объекты, да, и, понимаешь, не только же школа. То есть это и центр культурного развития, который фактически встал там на первом этапе Монолита. А дорога так вообще не начиналась. То есть снесли гаражи и все. Поликлинику при этом скоро достроят. Да, и тут мы уже говорили, что завязана поликлиника, потому что ее уже фасад отделывают, да, и как без дороги, как в поликлинике ездить. То есть, ну... В сапогах ходить. Хорошее решение. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо, Лидия, за разговор. Я думаю, что через месяц наши темы будут еще более интересными. Оставайтесь с нами. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»